МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это позволит забыть о проблемах с комплектующими, знают наши корреспонденты. ЕГЭ по физике как гарантия успешного трудоустройства для школьников Самарской области провели необычные открытые уроки, где объяснили, почему быть юристом хорошо, а программистом еще лучше. Наша съемочная группа уже узнала подробности. Скульптурная экспозиция в стиле абстракции в холле филармонии. Как самарский скульптор Иван Мельников снова у всех удивил? Покажем в выпуске. У Самарского аэрокосмического университета будет еще один источник финансирования. Выпускники разных лет готовы организовать наполнение фонда целевого капиталоразвития. Это так называемый эндаумент фонд. Инициативу создания такого инструмента озвучил губернатор Николай Меркушкин на расширенном заседании попечительского совета СГАУ. По приглашению главы региона выпускники разных лет собрались в таком составе впервые. Большинство тех, кто ранее учился в этом вузе, сегодня успешные люди, которые могут оказать ему весомую финансовую помощь. Для учебного заведения это имеет принципиальное значение. Университет претендует на место в мировой сотне лучших. Его международная репутация зависит в том числе и от того, насколько состоятельны выпускники. Один из главных сегодня составляющих развития самых ведущих, самых передовых университетов мира, которые в первой десятке находятся в мире по рейтингам, по популярности, это так называемый в том числе эндаумент фонд. Эндаумент фонд – это фонд, где благодарные выпускники, и благодарные, я имею, тех, которые подготовил этот вуз, которые добились в жизни каких-то определенных успехов. Они в том числе в разной форме помогают своему родному вузу. Деньги, собранные выпускниками в эндаумент фонде, не тратятся, размещаются в банковских депозитах или в активах прибыльных компаний. Проценты, полученные таким образом, идут на развитие учебного заведения. У ведущих университетов мира фонд целевого капитала достигает нескольких миллиардов долларов. В России такие фонды пока еще только создаются. К примеру, самый большой капитал удалось собрать выпускникам МГИМО – более 300 миллионов рублей. У высшей школы экономики эндаумент фонд – 40 миллионов рублей. Самарскому аэрокосмическому университету собрали пока 9 миллионов, но ситуация скоро изменится. Выпускники разных лет единодушно одобрили идею создания фонда и готовы поддержать университет, который дал им путевку в жизнь. Здесь движение зависит от нас самих. Потому что ждать от кого-то, что фонд будет наполняться, кроме нас самих, никто этого не сможет сделать. И поэтому я еще раз очень благодарен Николаю Ивановичу Меркушкину за то, что он проявил инициативу собрать попечительский совет в более широком плане наших клуб выпускников здесь. И вот я благодарю всех. Без тепла не останутся. Сегодня Николай Меркушкин встретился с делегацией из Республики Беларусь, руководством предприятия ОАО «Кузнецов». Главный вопрос, который обсудили на совещании, это повышение надежности работы газотурбинной установки в составе Лидской ТЭЦ. Двигатель, благодаря которому город Лида получает тепло и электроэнергию, был произведен на Самарском предприятии и установлен в 2006 году. Прошло уже 8 лет. Гарантийные сроки истекли. Резервную установку Беларуси тогда не заказывала. Сейчас гости обратились на ОАО «Кузнецов» и в областное правительство за помощью. Вообще я хочу поблагодарить вас за оперативность решения вопроса, возможности проведения этой встречи. Республика Беларусь и Самарскую область связывают давние традиционные связи. Достаточно сказать, что объем внешнего торооборота составляет порядка 600 миллионов долларов США. Стороны обсудили несколько вариантов решения проблемы. Один из них – поставка партнерам резервной машины самарского производства в качестве временной меры. Возможные обеспечения работы на объекте специалистов сервисного центра ОАО «Кузнецов». Решение где-то рядом. На Автовазе прокомментировали непростые отношения с поставщиками и сокращение количества производимых автомобилей. Сегодня состоялось специальное совещание руководителей автозавода, производителей автокомпонентов и членов правительства региона. Сообща разработали программу чемпионов. А ты не каждому поставщику особое внимание и сотрудник ВАЗа, который и будет налаживать двусторонний контакт. Подробнее Ирина Трофимова. 4000 некомплектных автомобилей, сокращение производства и падение продаж на 18%. 2014-й стал тяжелым годом для всей автомобильной отрасли. Автоваз ощутила это особенно. Снижение темпов работы производителя почувствовали в первую очередь отечественные поставщики. Сейчас 81% закупок автогиганта у российских партнеров. А это 709 компаний, с 11 из которых отношения не заладились. Некоторые из этих проблем из-за нас. Сегодня, я думаю, у нас было очень конструктивное совещание по поводу того, как решать проблему. И для того, чтобы способствовать этому процессу, мы назначили по одному руководителю на каждый завод поставщиков в качестве чемпионов. Взаимных претензий много. С одной стороны, на автовазе всерьез работают над качеством выпускаемых автомобилей. А вместе с этим растут и требования к поставщикам. С другой производителя автокомпонентов никак не могут договориться с руководством завода о сроках оплаты контрактов. А в непростой экономической ситуации это едва ли не критерий выживания для небольших и часто однонаправленных фирм. Ситуацию разрешить так и не удалось, но нити взаимопонимания наконец появились. Были озвучены достаточно революционные вещи для автокомпонентщиков. В том числе, господин Андерсон сказал, что он готов предоставить планы вовлечения предприятий автокомпонентной отрасли. Производство автоваза на ближайшие три года. Благодаря таким встречам и достигнутым договоренностям, уверены в руководстве автоваза, появляется шанс восстановить отношения с поставщиками. Реальное решение всех ключевых проблем намерено найти в ближайшие две недели. Ирина Трофимова, Александр Каракулько, Новости губернии, Тольятти. В Тольятти завершился специализированный форум «Автопром автокомпоненты». Как остаться на плаву и выйти на новый уровень производства и торговли? Ответы на эти и другие вопросы искали сообща представители бизнеса, регионального правительства и поставщики автокомпонентов. Два дня в рамках форума демонстрировали новинки и достижения и говорили о том, как все это не потерять. Подробности в нашем сюжете. Сохранить и приумножить глобальные задачи в непростых экономических условиях на фоне новинок отечественного автопрома обсуждают стратегию дальнейшего развития отрасли. Цель договориться и создать систему, где все от автокомпонентов до автомобилей будет изготавливаться на своей территории. Как ответ на спад продаж? Поддержать новый итог развития поставщиков автокомпонентов. Им в новых условиях существования особенно сложно удержать позиции. Готовы на самом высоком уровне, как в представительстве крупных автозаводов, так и в областном правительстве. Есть процедура так называемого асс-менеджмента, когда как раз нашим поставщикам присваивается рейтинг от D до A. Мы помогаем прожить эту программу улучшения, реализовать ее таким образом, чтобы поставщик гарантированно, имея сегодня рейтинг C, получил при следующей процедуре категорию B. Дальнейшую модель развития видят и сами производители. Те, кто и так крепко стоит на ногах, готовы не только обеспечить продукции местные заводы, но и выходить на международный уровень сбыта. Группу компании Аком не раз упоминают как одного из стабильных поставщиков автокомпонентов. Мы работаем не на спаде, а на подъеме. Мы увеличим производственные мощности. Мы лидер по объему производства в России. В этом году мы увеличили свою продажу на 20%, в следующем еще планируем на 20% увеличить. Именно такая нацеленность на увеличение производства в момент спада продаж уже показала свои положительные результаты на примере иностранных компаний. Российские производители не отстают. Так что одной из ключевых на форуме звучала тема – локализация процесса производства на территории региона. Анна Архипова, Ирина Трофимова, Александр Ерофеев, Новости губернии, Тольятти. 3 декабря все выпускники школ страны будут писать сочинения на три темы, которые озвучат только в день сдачи. Это своеобразный допуск к единому госэкзамену. Нововведение вступает в силу с этого года. Если по итогам школьник получит оценку «Незачет», ему дадут второй шанс. Повторная процедура будет проведена в феврале-марте. В Самарской области порядка 17 тысяч выпускников 2015 года уже написали пробное сочинение 30 октября. Из них 90% получили зачет. Ход подготовки к итоговой аттестации с учетом последних лет обсудили в режиме видеоконференции, которую провел полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич. Главная задача максимально подготовить пункты проведения ЕГЭ и школьников, чтобы они смогли поступить в ведущие вузы, которые вошли в рейтинг лучших по стране. Все вопросы связаны с оборудованием пунктов сдачи ЕГЭ, видеонаблюдением, системой онлайн-трансляции, наблюдателями, общественными наблюдателями. Все эти вопросы на сегодняшний день организованы. Упростили систему сдачи ЕГЭ по математике. Ввели два варианта, базовый и профильный. То есть, если дети идут в гуманитарный вуз, зачем им углубленные в детальное изучение предмета, которым они, возможно, больше не будут пользоваться. Они учат не по старым методичкам, а по авторским программам. Учителей-инноваторов в регионе стало больше. Сегодня в областном правительстве подвели итоги конкурса по воспитательным проектам особой педагогической и общественной значимости. За право быть лучшим боролись около 200 педагогов со всего региона. 60 специалистов получили высокие оценки за творческий подход в образовании. Об авторских проектах Татьяна Пудова. В зале 60 педагогов-новаторов. Обучение ведут по авторским стандартам. Елизавета Смаркалова коллекционировала детские рисунки из разных стран. 8 лет назад открыла выставку и виртуальную галерею, где собран Международный фонд детского рисунка. На сайте также можно узнать биографию художников, музыкантов, посмотреть онлайн-уроки. Обучение юных талантов в приоритете. Надо держать курс прежде всего на индивидуальность ребенка. Это основное. Не навязывать свое, а отталкиваться от того, что есть сам ребенок, что он из себя представляет, какой он сам по себе человек, личность и есть возможность корректировать, направлять его в дальнейшем. Для педагогов, для всего педагогического сообщества это очень важно. Оценка труда, что бы мы ни делали, конечно хочется получить какую-то оценку. Номинации 5. Кроме художественного творчества, социально значимая и общественная деятельность, наука и техника, профмастерство и спорт. Один из главных показателей лучшего проекта не только профессиональный уровень учителя, но и успехи ученика. Всем педагогам вручают цветы и сертификаты. Премия присуждается по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Прибавку в зарплате педагоги будут получать в течение года. Каждый год эта премия устанавливается. Ежемесячно 10 тысяч рублей такой педагог будет к своей заработной плате получать. Исходя из того, что средняя заработная плата наших педагогических работников по указу президента страны не ниже, чем среднее значение заработной платы по экономике региона, такая серьезная добавка в 10 тысяч рублей ежемесячно в течение года будет мотивировать, на наш взгляд, педагогов разрабатывать такие проекты и реализовывать их в большем объеме. Теперь основная задача распространить инновационный опыт учителей-инноваторов по всем школам области. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губернии. В регионе подвели итоги областного конкурса по профориентации в рамках пятой межрегиональной выставки форума «Наука. Бизнес. Образование». В этом году в конкурсе приняли участие более 700 школьников разного возраста. А старшеклассники, кроме призов, получили возможность познакомиться с ведущими вузами области. С выбором профессии Виктория Нестерова уже определилась – будет лингвистом. Это ей помогло победить в областном конкурсе. Задания, признаются девушкам, оказались непростыми. Там надо было ответить на некоторые вопросы, и в конце было несколько заданий с небольшим эссе. Я их всех выполнила. Я не надеялась, что займу первое место, но так уж вышло. Я очень рада этому. В течение нескольких месяцев школьники и педагоги выполняли творческие задания. В этом году работы прислали более 700 участников. По статистике, почти половина выпускников 11-х классов до последнего не могут определиться с выбором профессии. Конкурсы по профориентации значительно упрощают этот выбор. Площадкой для подведения итогов не случайно стала выставка «Образование, наука, бизнес». Здесь не только расскажут, но и покажут, что ожидает абитуриентов после поступления. Необходимость объединения бизнеса и образования реального производства – это уже веление времени. Если хотите, это вызов времени. И нам ничего не остается, как отвечать на этот вызов. Поэтому это взаимодействие становится наиболее тесным. И ищутся те формы, которые это взаимодействие делает более содержательным и предметным. И вот такие выставки дают новые контакты, новые формы взаимодействия. Деловые игры, мастер-классы и консультации в рамках выставки можно посетить абсолютно бесплатно. С 27 по 29 ноября. Екатерина Алексеева, Олег Айдаров. Новости губерния. Эксперты в сфере IT провели необычный открытый урок. В режиме скайп-конференции они беседовали со школьниками сразу из восьми городов и сел региона. Тема «Кадровый голод» инженеров и программистов в области катастрофически не хватает. В то время как компании готовы предложить отличные условия и высокие зарплаты. Почему важно хорошо сдать экзамен по физике, знает Ася Кандаурова. Сам формат этой встречи – результат работы высоких технологий. Здесь на одном экране школьники сразу из восьми городов и сел Самарской области. От Исоклов до Похвестнево и Новокубышевска. Их возраст – 8-й, 10-й класс. Когда ЕГЭ еще не на носу, но с будущей профессией определяться уже пора. По статистике только 30% выпускников сдают физику. В то время как спрос на инженеров с каждым годом растет. Могу сказать, что у нас практически 100% трудоустройство студентов после выпуска. И если студент просто хочет, выпускник, найти достойное, высокооплачиваемое место работы, то мы предоставляем все возможности. Средняя зарплата IT-инженера от 60 до 100 тысяч рублей. Для этих ребят из далеких сел еще один очевидный плюс. Работать можно удаленно или при свободном графике. Однако спрос на рынке информационного труда по-прежнему катастрофически не достает до предложения. На 10 вакансий в сфере IT приходится только 3 достойных резюме. Большая часть молодежи по-прежнему выбирает юриспруденцию, экономику и финансы. С учетом инновационного технического развития страны, а будущее все-таки за современными технологиями, это категорически мало. И губернатор неоднократно об этом говорил. И сейчас уже и государственная программа формулируется таким образом, что количество бюджетных мест на инженерных специальностях увеличивается, на гуманитарных сокращается. Один из самых частых вопросов от школьников – какие направления IT востребованы больше всего. Специалисты отвечают – высокие технологии проникают во все сферы – от космоса до обустройства дома. И через 5 лет специализаций станет еще больше. Сейчас практически тяжело найти человека, кто так или иначе не сталкивался бы с какими-то проявлениями информационных ценностей. Простой банальный пример – это телефон, смартфон, который мы все имеем. Все, что там написано, сделано руками программистов. Такие открытые уроки стали уже традицией. Наряду с ними для школьников проводится целый ряд пресс-конференций и конкурсов, главная задача которых – показать, что будущее за высокими технологиями и квалифицированными кадрами. Азика Даурова, Александр Дмитриев, Новости губернии. К другим темам. 8 тысяч бутылок суррогата под видом водки, 250 бутылок якобы коньяка, 13 тысяч пустых бутылок с наклеенными этикетками и оборудование для нелегального производства алкогольной продукции. Все это обнаружили полицейские в одном из гаражей в Сызранском районе. По данным силовиков, организовал цех по выпуску контрафакта в собственном гараже 36-летний житель поселка Варламова. Как установили оперативники, весь цикл производства проходил в одном помещении. В бутылке разливалась спиртосодержащая смесь, тут же клеились этикетки самоходовых брендов и поддельные акцизные марки. Далее изделия отправляли на продажу. Насколько токсичен продукт, сейчас выясняют эксперты. Хозяина нелегального цеха уже задержали. Образцы изъяты спиртосодержащей жидкости были направлены на экспертизу, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полицейские устанавливают канал избыта контрафактной продукции. Подозреваемый, который ранее неоднократно был судим, в настоящее время находится под стражей. В регионе завершается программа по оснащению приборами учета многоквартирных домов. На эти цели из областного бюджета в 2013 и 2014 годах были выделены солидные средства – 800 миллионов рублей. Как реализуется программа в Тольятти, посмотрела сегодня комиссия депутатов Губернской думы. Инициировал проверку председатель Совета Рега отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Моряхин. Как обстоят дела на месте, оценила и наша съемочная группа. Сейчас мы присутствуем на месте происходящего, всех этих событий, тысячи с лишним штук приборов учета, которые практически в одинаковом варианте монтируются по всей области. 1900 многоквартирных домов. Именно столько должны оснастись приборами учета в рамках региональной программы. Общедомовые счетчики будут учитывать показатели центрального отопления, расхода воды, уровень температуры. Они оборудованы также грязевым и магнитным фильтрами. В Тольятти такими приборами оснащены уже 334 дома. Решение по вводу в состав общего имущества приборов учета принимается общим собранием собственных. Ну а принимают ли они участие в приемке данных видов работы? Обязательно. То есть качество работы устроило? Конечно. Уполномоченные лица, то есть председатель Совета домов, практически на всех домах они в подвал спускаются, контролируют. И в процессе осуществления работы, и при приемке обязательно участвуют? Это наиболее существенная проблема. Город Тольятти в области ЖКХ. По этой проблеме в приемной справедливой России мы неоднократно получали обращение, как и в части проверки, проведения установки приборов учета, так и в части продолжения данной программы. Ведь очевидно, что в последующие годы данная программа будет реализовываться, но будет реализовываться за счет средств собственников, за счет реализации программы фонда капитального ремонта. Общие домовые приборы учета за счет средств областного бюджета должны поставить 404 дома в Тольятти. Сейчас программа в рамках города выполнена на 83%. Оснащение счетчиками 125 перенесли на 2015 год. Проблемы возникли с так называемыми транзитными зданиями. Это группы домов, которые питаются ресурсами из одного источника. Прежде чем устанавливать в них счетчики, необходимо провести работы по перекладке инженерных сетей, чтобы в каждый объект вода и тепло поступали отдельно. На это требуется 102 миллиона рублей. И хотя бюджет 2015 года в сфере ЖКХ значительно урезан, парламентарии пообещали поднять этот вопрос на заседании Губернской думы, чтобы внести в проект главного финансового документа региона и эти расходы. Сергей Овчинников, Ирина Грумяза, Борис Кислисон, Новости губернии, Тольятти. Самара-Лакта признан региональным минсельхозом, лучшим переработчиком молока в Самарской области. Лучшие традиции современной технологии в итоге вкусные, качественные и полезные продукты. Совсем недавно запустили производство еще одного – «Старый вкус» в новой рецептуре. В чем секрет такого успеха, выяснил Виталий Портнов. «Старый вкус» в новой рецептуре и в условиях современного производства. Этот йогурт несколько веков назад продавали только в аптеке, как лекарство. Спустя столетия это лакомство по-прежнему доступно горожанам, но уже на полках магазинов. К самарским потребителям этот продукт теперь будет поступать быстрее. Производство запустили и в областной столице, на крупном молокозаводе «Самара-Лакта». Запуск этого продукта, безусловно, для самарского завода – это огромный кредит доверия от компании «Данон». Для этого на заводе проводятся очень большие мероприятия, которые помогают нам иметь стерильный воздух, чистый воздух, безуколистную мойку оборудования, которую мы используем, безразборные, закрытые процессы. За счет этого продукт в упаковке может храниться долго – 30 суток. Процесс производства йогурта начинается отсюда. Контроль качества на всех этапах производства. По чутким руководствам техники и сотрудников предприятия – залог вкусного и полезного продукта. В этом нет ни фруктов, ни даже сахара. Только молоко, сливки и закваска. «Необходимо соблюдать все условия, начиная от приемки молока, дальше идет производственный процесс, это производство, контроль производства. Далее идет охлаждение продукта и хранение на складе готовой продукции. Мы работаем для того, чтобы наш потребитель покупал именно качественный и безопасный продукт». Его, кстати, можно использовать в качестве десерта, если добавить варенье или соуса, нужно лишь немножко зелени. Сейчас этот продукт производит два завода. Второй – в городе Чехов. Но совсем скоро самарское предприятие будет выпускать этот йогурт для всей страны. По оценкам международных аудиторов, завод сегодня один из самых передовых в России. Неудивительно, что Данон региональным инсельхозам признан лучшим переработчиком молока Самарской области. Виталий Портнов, Александр Дудко. Новости губернии. Философия и литературные классики в объеме, в бронзе и в стиле абстракционизма. Скульптор Иван Мельников снова удивил самарцев, на этот раз представив на суд зрителей не скульптурную композицию, а целую экспозицию. Выставка открылась в филармонии. Татьяна Пудова одной из первых увидела экспонаты. При входе посетители встречают абстрактные скульптуры. Иван Мельников сам признается, любит играть с формами. Многие его работы – пластическое решение классической литературы. Эти еще не выставлялись. Созданы они в последние два года. Каждое произведение – плотно напряженного труда, поиска, размышлений. Я очень люблю заниматься философией в скульптуре. То есть не только игра формы и сочетание форм, а это еще философия. То есть такая философия, как космос. Его работы хорошо известны в России и за рубежом. Они украшают и областную столицу. На экспозиции мастер соединяет пластические формы с новым авангардным видением. Разнообразны не только сюжеты, но и материалы, с которыми работает скульптор. Это камень, дерево и бронза. Скульптор уходит, наверное, от традиционной бронзы. Бронзовый цвет мы знаем, который покрыт патиной обычно. То, что обычно присутствует на улицах. И окрашивает какие-то своеобразные цвета. В данном случае у Ивана Ивановича эта серия работ, объединенная одной темой. И отсюда такое прочтение. Заслугой мастера можно считать и эту галерею скульптурных композиций. Все они, так сказать, продуманы душой. Все, значит, они как-то сделаны на нашей российской поэтической культуре. Тут и семья Аксахова, и Лермонтов. И, в общем, все это наведено поэзией и творчеством корнями России. Так что выставка придется по душе не только любителям современного искусства. Постоянную прописку все эти экспонаты в филармонии не получат, а сразу после экспозиции вернутся в мастерскую скульптора. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, Новости губернии. Пока это все новости. Всего вам самого доброго. Синоптики обещают переменную облачность. В ночные часы столбики термометров покажут минус 9, местами до минус 19 градусов. Днем 8-12 мороза. На севере и западе региона минус 10. На востоке и юге 8 градусов ниже 0. Ночью в Самаре без существенных осадков. Температура воздуха минус 9, минус 14. Местами до минус 19 градусов. Днем в областной столице Итальяти переменная облачность. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха минус 4, минус 9 градусов. Ветер неустойчивый, слабый.